Ребзя, ну как видите, красномяска снова в деле, и пью я всякое красненькое под стать точили. Нормально всё, дёрнули её из просеки, подшаманили, точилище хоть куда. О, как котёнок мурлычи. Смотрим, чё она могёт. Эй, ребят, привет с разрушительного ранчо! Это моя минивениха, красномяска. Вытащили мы её из засады, тот ещё был фокус. Ну вот она, во всём великолепии. И я хотел в интро снять типичное такое типа шлифую, дрифтую и ваще отрываюсь. Не получилось. Золоса конечно никто не заменит, особенно красномяска, она ваще ужасная. Дрыгатель у неё уже попёрдывает, из-под панели чё-то дымило, а когда в пол нажимаешь, она стекло обрызгивать начинает. Фиг знает чё. Ну за золотцу. Ненавижу всё красное. А знаете кто ещё хуже? Баркоманы. Потому что подходят, какие-то бумажки оставляют задворниками со штрафами всякими. Ну иногда тебе надо припарковаться, свободная же страна, паркуюсь где хочу. Но паркоманы мешаются. И вот колёсный зажим. Я хочу выяснить, если паркоман вдруг поставит такой зажим на мою тачку, можно ли его пушками снять? Я ваще то не уверен, паркоманами их называют или нет, мож это обидно для них. Думаю, так их прозвали люди, которые на них злятся. А как они называются? Мэтт прав, митермейд в буквальном переводе девка-контролёр, в наше время выражение неуважительное. Полвека назад оно применялось, потому что нарушения правил парковки тогда фиксировали сплошь женщины. Со временем на эту должность стали брать мужчин, появились нейтральные термины, но поскольку некоторым сложно признать свою вину и оплатить немалый в развитых странах штраф, то народ буквально плюётся на этих госслужащих, порой даже пыряет ножом или угрожает расправой, продолжая пренебрежительно называть их митермейдами. Соли добавляют обвинения в жадности, мол, митермейды придираются и штрафы часто выписывают, чтобы выполнить дневной план по сбору средств для местной администрации. Ну и ещё такой момент, мейд в английском языке обозначает не только деву, но и домашнюю служанку. Что же до колёсных зажимов, их вешают на злостных нарушителей, чьи машины через определённое время заберёт на штрафстоянку эвакуатор. Ну и разумеется, несогласными с произволом властей, разработана куча инструкций, как снять блокиратор с колеса. Хотя, в принципе, можно и не снимать даже. Ну а если не хочется убивать тачку, лучше будет пересесть на ТАНК в игре в ворлд оф танкс! Гусеничной техники весом в десятки тонн никакие блокираторы не страшны! Кстати, про десятки, в августе игре в ворлд оф танкс исполнилось 10 лет! Разработчикам честь и хвала вы на самом деле много игр знаете, которые в таком возрасте остаются крутыми и актуальными! Причём местный графоний не застрял в 2к 10-ом! Да, благодаря грамотной оптимизации игру потянет даже ноутбук как сокал, но из достойного железа в ворлд оф танкс выжимает ой-ой-ой какую картинку! Показывать есть что! 600 с хвостиком тщательно, с любовью перенесённых в 3д модели бронетехники и просторные, продуманные и сбалансированные карты! Размять кусеницей своего стратегического гения можно и в городе, и на полях, в лесу, на болоте, в пустыне и других локациях! И вот куча крутотеней, а игра остаётся бесплатной! И удовольствие в ней можно получать даже и без доната, тем более что по моей ссылке новичкам в честь десятилетия отваливают бонусов, чтоб с первых боёв мощу почувствовать! В общем, ссылка на ворлд оф танкс в описании, по ней получишь сразу 7 премиум танков, а в боях можно еще одного премиум танка а-46 шестого уровня схапать! успей забрать подарки до 12го октября, не тяни! У мэтта он танка нет, вот и приходится с блокиратором бороться! кстати, продолжим.. впервые с таким столкнулся, но, кажись, открывается он вот так! и просто закручиваешь всё, видимо.. значит щас затянем, опа, да тут шип даже есть! чтобы колесо протыкать что ли? офигеть! значит тут вороток типа, затягиваем вот тут и тут! шарнир и еще шарнир, их закручиваем сюда пихаем инструмент вот так и ослабляем или затягиваем вот я вроде затянул, походу так оно и должно быть а еще, такие вот крышечки имеются они закрываются, чтоб какой-нибудь умник не мог самостоятельно открутить внутри болты и вот блокиратор установлен и ехать нельзя.. че надо проверить, можно ли эту ерунду отстрелить.. не прострелив при этом колесо.. ведь если отстрелишь вместе с колесом, будет фигово.. но я думаю.. так посмотрел короче, если вот эту петельку вынести.. или вот эту, тот зажим должен сняться.. так что наверно сфокусируемся на этом или этом.. штуковина из металла целиком сделана.. довольно толстого.. начнем мы помалу.. и будем повышать.. единственное мне не хочется сюда вот попасть и рикошетом колесо цепануть.. а то гейм овер.. новый план, попробую эту вот шпильку прострелить.. буду целиться вот прям сюда, если получится ее сломать, то чашку эту я вытащу.. сейчас она прижата, а так я ее сниму и мож смогу с зажима стащить.. ну в теории.. 22 лонг райфл.. со всех сил попытаюсь мазать пряам по центру.. ничегошеньки.. а не, есть косточка.. ну и да, я чуть смазал.. пробуем еще разок, возьму терь чуть выше.. высоко.. лана терь надо в центр.. второй выстрел.. и третий вот сюда.. еще, еще раз ребят, давайте.. и еще для верности.. а ващет не слабо его повредило.. так, глядим.. я сюда пытался попасть, но попал вот сюда.. и смотрите.. ну блин, я не говорю что только пушка виновата, но мушка ща отвалится.. 22 лонг райфл не смог пробить.. но думаю 9мм.. магет.. ну то есть наверно у него не слабый шанс пробить эту фигню.. и эта пулька попала сюда, скользнула вниз и на диск попала.. по чашке вот дала, ниже пошла.. дала по диску и каким-то чудом не лопнуло колесо.. может и не лучшее место для стрельбы я выбрал, у меня задний ум просыпается.. ну блин, 9мм он прям почти в шину пошел.. а вот если вот туда стрелять.. блин, единственная проблема, что угол нужен вот такой.. вместо тупо прямого.. ну пальну разок, посмотреть чего будет.. я чувствую, мы сегодня таки лопнем это колесико.. так, я еще раз пальну девяткой.. теперь чуть угол острее.. но колесо таки можем пробить.. пуля прошла тут насквозь.. думаю да, точно, взял бы чуть левее, то пробил бы.. а щас тут че.. не понять.. но 9мм прошило этот металл, признак хороший.. перебить бы эту шпильку.. кажись ее даже с фигонца цыпануло.. надо чето мощнее.. ээто новенькая пушка, производитель Блэк Эйс Эс Актикл, называется Pro Series X.. недорогая вообще-то штуковина, и с длинным столом бывает, если для охоты берете.. кажись еще тактический приклад бывает.. прикольная.. еще с нее не стрелял, и щас пойдет такой вот зажигательный пулевой.. с близкой дистанции.. я думаю, 12-ый калибр вскроет зажим.. ну думаю, посмотрим.. высоко ушел.. ну не мог он не вмазать прям по тормозному диску, да? первый раз стреляю, надо было заранее пристрелять слегка.. а то навелся то точно, а сантиметров на 5 выше вложил.. ммда.. целился я вот сюда.. а пуля ушла вот туда.. давайте еще раз, пониже дам.. 12-ый подкалибрный.. посмотрим.. целью ниже, пробуем достать эту шпильку.. ёолы.. куда пошла? да тоже выше.. терь беру намного ниже.. берегись, шпилька! блинский.. домой сегодня пешком, народ.. ухты, вон аж куда попал.. кажись я сегодня ваще косоглазый.. нормально, отлично.. блин и колпак мы уродуем.. но сидит.. так, в чем дело, я чето сегодня мажу как маляр.. фиг знает пушки или я виноваты, но пушек косых уже две, так что.. видимо во мне дело.. и колесо уже пробито, так что продолжим уже стрелять.. ээто.. калибр 45 АЦП.. большая тяжелая плюха.. и у меня их целым погас.. посмотрим-ка.. смогу ли я хоть куда-то попасть.. патронов то хватает.. так что щас зажим отхватит по полной.. да, ща бы все равно колесико лопнуло.. я тут все просто посыпал хоть куда-то, чтоб попасть.. но.. о, а тут хорошо попал.. прям куда надо.. еще пуля сверху сбила.. ооо, да он почти снимается.. тоесть почти содрали зажима.. а еще я в эту шпильку пытался.. и кажись да, вот кусок пули тут.. значит тут металл так и держался.. блин.. прям близко.. а тут насквозь прошла.. о, че есть, снимается она.. я тут шпильку сломал, ладно.. вроде миссия выполнена, парни.. не-оо.. снято, окей.. чашки нет.. но даже без этой чашки вот тут упорчик есть, который все держит.. кажись его можно щас снять, если постараться.. но.. если бы колесо было надуто, зажим бы не снялся, думаю эта фигня как раз в шину и должна упираться.. она ж болтается, потому что колесо спущенное.. но не думаю, что мы уже можем ехать, надо еще пострелять.. надо больше мощи.. например.. моща калаша сойдет.. чтоб порвать зажимы.. второе колесо чтоли? радиатор шипит.. да.. и колесу и радиатору хана.. жизнь красномяски будет коротка.. о, ну почти уже.. это вот болтается.. давайка давай.. блинский.. вот эти крышечки мы выдрали.. вот один барашек.. вот, кажись в него попало.. а вот пуля 45 ацп, на земле валялась.. вот оболочка от чего-то.. и еще тут одна.. кусман свинца, чей, не знаю, помятый.. еще кусок, еще.. все вошмет как пульт.. о, и шпилька выпала.. ну на волосинке.. прям совсем.. внутри че-то держит.. ну а вы знаете.. раз уж крышечки выломали вороток, то у меня найдется.. короче.. так я обычно делаю, когда мне зажим вешают.. отстреливаю эти крышечки.. достаю свой вороток.. ослабляю болтик.. ии.. вуаля! все равно дешевле штрафа.. ну че, как она? эдфорд аэростар эксэль.. не лучшая в мире тачка.. ооо да.. как котенок.. радиатор мы чуть подубили.. это порт! надо чуть отъехать, прям посреди дороги сдох.. молока котеночку! мдааа.. ээто на вид смесь антифриза и.. жижи из коробки или.. тормозухи, не знаю короч.. но в оконцове автомат клинануло.. да, красномяска труп.. простите, ребяты.. ээто форд.. аэростар эксэль или элэкс, типо того.. разучились тачки делать.. не подумал я что на этой тачке и приехал сюда.. че-то не рассчитал.. так что домой пешком.. блин, и одного ролика не выжило.. ведро, блин.. золотос и роликов 10.. опа, забыл.. золотос и роликов 10 держалась.. а эту один не пережила.. лан, ребят, выпишите, какую тачку думаете на замену красномяски взять.. походу надо больше, чем за 400 баксов брать, никак это красномясое ведро дырявое.. спасибо за просмаррр.. люблю вас.. и до встречи треск я доктор типа